27 января в мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Для Приднестровья это действительно трагическая дата. На нашей территории были гетто и проходили массовые расстрелы евреев. Самих переживших катастрофу, так называют, Холокост на иврите, осталось совсем мало. Тем более тут многие евреи уехали в Израиль, память постепенно стирается. Чтобы не допустить повторения геноцида, и тут речь идет, конечно, не только о евреях, у нас стараются дату не забывать и не пропускать. Сюжет Максима Кирьязова – одна из попыток сохранить то, что еще помнят свидетели тех событий. Эти кадры обычно используют как видеоряд к сюжетам о Холокосте. Часто они подаются как абстрактные под любой сюжет о концлагерях и истреблении евреев. От этих узников не осталось имен, но точно известно их место страха – Аушвиц или Освенцим. Главный лагерь смерти. Его освободила советская армия 27 января 45-го. 2819 узников освободила из лагеря Красная армия. У фашистов такой вот девиз для того, чтобы уничтожить людей. И чем-то прикрыться надо. Вот прикрывается таким трудовым, как их называли, не концлагеря, а трудовым лагерям. Все семья буквально под бомбежками бежала. Пожар на станции. Все это, как говорится, уже рассказывали мне родители. Он чудом успел уехать из Бендер. В первые дни войны младенца Наума вместе с родителями эвакуировали в Узбекистан. Это спасло его от гетто. А вот двоюродная сестра, другие родственники и друзья семьи оказались в концлагере. Рассказы тех, кто спасся, стали страшным семейным преданием. Не того типа масштаба, где были газовые печи. Но это неволя кормили, как скотов. Мать с ребенком находилась. То заставляли работать. Также самая территория была ограждена. Значит, колючей проволокой. Охрана, собаки. На этом снимке люди в Бендерском гетто. В городе до войны жило около 12 тысяч евреев. Было много родственников, дружили с семьями. Те, кто успел уехать и не попал в гетто, навсегда теряли своих близких. Порой ничего не зная об их судьбе. Нам просто повезло. Мы могли, мы могли остаться. Бабушка с дедушкой, мамины родители и мамина сестра остались здесь в Бендерах. И где они именно погибли, мы до сих пор не знаем. В Бендерах несколько мест, связанных с Холокостом и массовыми расстрелами. Историки рассказывают, их может быть и больше. Рядом с крепостью казнили около 700 человек, около тысячи возле еврейского кладбища. Убивали людей и в районе набережной. Не все массовые захоронения найдены. Поэтому точных цифр нет. А чьи-то тела даже не были преданы земле. Массовые были чуть-чуть ниже. По Днестру, это где-то в районе мастерских речного завода. Вот там больше 300 человек расстреливали и сразу же скидывали их в воду, для того, чтобы скрыть следы преступления. Одна из самых страшных городских историй о детях, которые сбежали с места казни. Они решили спрятаться на кладбище. Им казалось, это единственное место, где их не тронут. Родители кричали детям, чтобы они убегали, ну разбегались. И вот часть детей добежала до кладбища. И вот там их уже, ну так скажем, постигла уже такая злая участь. Румыны настигали там и уже добивали прикладами и стреляли непосредственно возле могил. Название Транснистрия, которое Кишинев в наши дни использует по отношению к Приднестровью, появилось во время Второй мировой. Окупированная Румынией часть левого берега Днестра стала местом, где румынская администрация создала систему гетто и концлагерей. Шесть гетто было в Рыбницком уезде, три в Терраспольском. Были они в Дубоссарах и других населенных пунктах. По разным оценкам, в Приднестровье в годы оккупации уничтожено от 40 до 90 тысяч евреев. Гитлеру позволили стать Гитлером, с ним заигрывали, с ним договаривались, не понимая одного, что с нацизмом и с фашизмом договариваться просто нельзя. В конечном итоге не только Приднестровье, но и вся Европа демократическая была покрыта сетью концлагерей, где в газовых камерах умерщвлялись люди, где в крематориях сжигались их останки. Шесть миллионов замученных, расстрелянных. Эта цифра складывалась из таких небольших городов и мест, как Бендеры, как Сороки. Как Тирасбург, как Бабияр. Перечислять можно очень долго. И, конечно, наша основная задача – помнить и, самое главное, говорить об этом громко и открыто. Свою маму она вспоминает как очень добрую и отзывчивую, всегда с иголочки одетую женщину, хотя ее детство было опутано колючей проволокой концлагеря. Среди узников разговоры обычно были о том, что будут делать, когда закончится война. Они вспоминали мирную жизнь. Ну, ты почему-то кто-то говорил, я бы съел это, я бы съел то, а я бы еще что-нибудь. Оленька, а что бы ты хотела? Представь себе, что ответила моя мама. Она представила, какие бы платья бы она одела. Говорит, я бы одела платье в цветочек, я бы одела платье в горошек, я бы одела платье в клеточку. Она не говорила, иди. Мать Эмилии Карасик, Ольга Абрамовна, чудом выжила во время массовой казни. Девочку живой достали из расстрельной ямы, но очень скоро она оказалась в концлагере украинского поселка Врадиевка. Сумела выжить и там. Спустя 40 с лишним лет вернулась в эти места, и в памяти всплыли самые страшные подробности жизни. Она побежала к реке, к оврагу. Вот здесь, вот здесь, в этой рыбе. Папу травили собаками, и они рвали с него куски тела, мясо. Все погибли, одни стали столько вдвоем. Мама и ее родная сестра, все остальные расстреляны. В Приднестровье помнят о Холокосте. На еврейском кладбище в Бендерах установили большое панно, в крепостном рве – мемориальную табличку. А это израильские футболисты летом приехали в Террасполь на матч с шерифом и пришли с цветами к открытому 6 лет назад памятнику. Обсуждался вопрос, где памятник установить. Предполагались сначала в районе парома, там тоже были расстрелы, потом определили здесь, потому что здесь тоже были расстрелы на берегу Днестра. Одно из подтверждений фашистских бесчинств на нашей территории – фото из немецких архивов. Судя по всему, на нем запечатлен массовый расстрел в Дубосарах в 41-м. В первый год войны в городе уничтожили 18 тысяч евреев. Их свозили сюда со всей Молдавии, в том числе из Кишинева. И я пересчитал количество человек, которые стояли. Оно полностью соответствует вот тем свидетельским показаниям, которые были. То есть 20 человек стоят напротив. Люди, видно здесь белое. Это, скорее всего, что в нательном белье офицеры стоят рядом. Именно так, как было описано свидетелями вот этого расстрела. Восемь десятилетий спустя становятся известными новые подробности немецко-румынских бесчинств. Из небытия появляются имена казненных евреев. Холокост так или иначе коснулся любую еврейскую семью, которая сейчас живет в Приднестровье. Потому и ложатся каждый январь памятником цветы, а рядом камни. По еврейской традиции, это символ приглашения душе умершего спуститься вниз к тому, кто пришел его помянуть. Максим Кирьязов, Леонид Мостак и Михаил Белый. Отражение.